Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем интервью с Валерием Соловьевым. К лету будет создано союзное государство, которое возглавит Путин. В сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы. Нельзя сказать, что заявление лидера КПРФ произвело эффект разорвавшейся бомбы. При всех достоинствах Геннадия Андреевича его все-таки нельзя отнести к кремлевским инсайдерам. Но шуму, безусловно, наделало много. С вопросом о том, что бы все это значило, мы обратились к человеку, чьи знания о происходящем за зубчатой стеной как минимум не хуже зюгановских – политологу Валерию Соловьеву. Заявление Зюганова прозвучало на прошедшей субботу конференции «Россия-2024. Левый поворот или национальная катастрофа». Затем, правда, коммунисты стали отыгрывать назад. Сначала пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ пояснил, что шеф не имел в виду ничего конкретного. Просто, мол, народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий. А потом к тушению пожара подключился сам Зюганов. По его словам, про сентябрь он вообще ничего не говорил, а возможность досрочных выборов связана якобы с плохой работой правительства. Но в этом случае логичнее, согласитесь, ждать в первую очередь замены правительства. В общем, создается впечатление, что Геннадий Андреевич чего-то недоговаривает. Валерий Дмитриевич, а что вы думаете по этому поводу? Зюганов действительно владеет некой эксклюзивной информацией. Зюганову сказали в администрации президента, что, возможно, уже к лету будет создано союзное государство России и Белоруссии, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин. И, соответственно, одновременно в России и в Белоруссии пройдут президентские выборы. Подчеркиваю, это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане, и раз он решил его озвучить, это значит, что этот план считают в высокой степени реалистичным, а может быть, даже уже и безальтернативным. Кто в таком случае может заменить Владимира Владимировича на посту президента России? В России наиболее вероятным кандидатом на победу, что естественно, считается Дмитрий Анатольевич Медведев. Именно с этим связана его, скажем так, пиар-активность последнего времени. Не просто активность, а весь его, я бы сказал, победительный вид. Посмотрите, он же просто сияет. Ему пообещали, что он станет следующим президентом России. Ну, точнее, явственно дали это понять. И наплевать ему теперь на все разоблачения. Он уже предвкушает, как осенью утрет нос всем этим критикам и задавакам. А что ждет Лукашенко? Лукашенко предложен пост главы союзного парламента. Но Александру Григорьевичу он категорически не нравится. И пока место в новой конфигурации ему не находится? Да, пока место ему не находится. Вы правы. И это создает напряжение. Иначе бы интеграция шла, видимо, гораздо быстрее. Может быть, уже бы завершилась. Именно это является главным препятствием для реализации плана. Да. Позиция Лукашенко. Как вы сами оцениваете его реалистичность? Вероятность реализации связана с рядом обстоятельств довольно скверного характера. Не буду уточнять, каких именно. Я не уверен, что все это пойдет так, как предполагают кремлевские стратеги. Мне кажется, что они сильно недооценивают сложность политической ситуации и в Белоруссии, и в России, и в окружающих нас странах в целом. Может получиться так, как у Горбачева. Начать он смог, а вот углубить и закончить нет. А кто заменит Медведева в правительстве? Есть уже на этот счет какая-то определенность? Не знаю, не могу сказать. Важнее в данном случае будет роль премьера союзного государства. Понимаете, это же возрождение Советского Союза в уменьшенном варианте. Вспомните, в РСФСР в советское время был глава правительства. Был. Ну и что? Он ничего не значил по сравнению с союзным. На самом деле, кстати, план более сложен. Интеграция России и Белоруссии в союзное государство, завершение ее, если быть формально точным, это лишь один из компонентов. Союзное государство может не ограничиться двумя странами. Есть идея, что союз России и Белоруссии недостаточен для того, чтобы сформировать полноценное союзное государство. Кто же следующий в очереди на интеграцию? Казахстан? Киргизия? Ну, так далеко в Азию. Я думаю, они не пойдут. Тогда кто? Абхазия с Южной Осетии? Есть более интересный вариант. Украина. Присоединение Украины к союзному государству России и Белоруссии. Даже так? Даже так. А с Зеленским этот вариант обсуждался? С Зеленским много чего обсуждалось, но через посредников, не напрямую. Прямые переговоры оказались довольно неудачными. Зеленским крайне недовольны в Кремле. И ему дали это понять. Пытаюсь все-таки понять. Украинский вариант – это только наше желание? Если бы главной движущей силой этого проекта со стороны Украины будет выступать и уже выступает группа украинских олигархов, заинтересованных в общем экономическом пространстве, которые могут оказать давление на своего президента. Коломойский и компания, условно говоря. Коломойский выступил в роли Трубадура, но там не только он. В принципе, практически все украинские олигархи в этом заинтересованы. Видимо, Россия нашла способ их заинтересовать. Кто может стать премьером союзного государства? Есть некоторые прикидки, но я не буду их пока называть, потому что сейчас это прозвучит фантастически. Скажу лишь, что эти люди не из числа действующих членов правительства Российской Федерации. И еще раз. Речь идет о проекте. Он очень сложен. Связан со многими обстоятельствами. На бумаге все они состыкованы. А как получится в действительности, никто не знает. Возможно, что-то реализуется, а что-то нет. Там, где действуют люди, реальность вообще не очень соответствует схемам. Они наделены свободой воли, а главное, глупостью и непрофессионализмом. Кстати, мы были довольно близки к началу реализации этого плана еще в 2017 году. Но тогда некоторые обстоятельства этому помешали. И сейчас могут помешать. Тем не менее, планы есть. И планы очень обширные. Я бы сказал, фантасмагорические. Очень дерзкие в геополитическом смысле. Можете написать смело. Последний спокойный год в Российской Федерации заканчивается. Следующий будет совсем не таким. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях. И подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...